здравствуйте по просьбам своих подписчиков в instagram решила снять небольшое видео о том как я делаю гипсовые горшки для instagram я выложу более быстрое видео ускоренное в процессе но для youtube я буду выкладывать потихоньку маленький по каждому процессу отдельно во первых что должно быть у нас должна быть тара если это подручные средства то обязательно чтобы они были всегда чистые но после двух-трех заливок обязательно мыть смыла главное чтобы внутренний диаметр был меньше несмотря вот на эти внутренний диаметр равно меньше чтобы нам можно было легко это вынуть и главное чтобы еще верхушка всегда была шире чем низ иначе мы просто-напросто изделие готовые уже застывшие из гипса не вытащим у нас есть форма квадрат есть вот такой вот горшок квадратную форму вовнутрь я не нашла поэтому использую просто обыкновенная ведерочка из майонеза 2 попробуем вот это вот я сегодня буду пробовать первый раз это просто два ведерка разного объема разного диаметра и попробуем сделать гипсовый вазон допустим для мандарина на зиму это три потом у нас такое также мы не знаю ведерочка ведерочка у меня из под акрилового лака это будет у нас цилиндр тоже мы его используем и вот эти вот горшки самые обыкновенные купленные в самом обыкновенном строительном магазине за 700 тенге авру вот этот был куплен за 900 тенге а вот это вот за 700 тенге они форма одинаковая но диаметр объем у них разный и при заливке они сделают что-то нежнее среднюю форму так насчет дырочек насчет дырочек в горшках я раньше пользовалась малярным скотчем заклеивала малярный скотч сам по себе быстро отклеивается здесь у меня дырочки после некоторых использований заливки гипсом уже забетонировались как бы сами собой я их уже даже не заклеиваю знаю что они уже не вылетят у них там прошло одеты дырочки остаются самый простой способ это залепить пластилином и все пластилин вещь весьма в этом деле полезная самое менее затратные пластилин можно потом выковырить и далее использовать и здесь также здесь у меня в дырочках также забетонировался уже гипс и его не вытаскиваю специально и потом некоторые фишки я отдельно покажу обязательно посуда перед заливкой должна быть абсолютно сухой и самое неваловажное обязательно перед любой заливкой смазывать маслом растительным маслом вообще любым жирным самым маслом если допустим у вас вы дома пекете пирожки и жарить и все ж такое жарите вот этот использованная прогорка и масло которое уже нельзя никуда деть если вам жалко если вы вдруг занимаетесь или ваша жена это печать этот пережаренный жир между прочим масло растительно идет еще лучше даже чем масло чистое вот я уже не осталось чуть-чуть но я вам точно скажу по своему опыту переработанное масло лучше идет даже чем свежая и все так что следующем видео я вам покажу как у меня будет происходить этот процесс и что у нас получится из этого